В Челябинске дорожники провалились в яму, которую приехали ремонтировать. Курьезный случай произошел у дома номер 102 по улице Дегтярева в Металлургическом районе. Подробности в репортаже. Грузовик пытаются вытащить, но безуспешно. По словам местного жителя, яма на дороге образовалась несколько недель назад. И в эту ловушку постоянно попадают автомобили. И вытаскивают их только с помощью эвакуатора. Но когда дорожники приехали ремонтировать опасный участок, застряли сами. В яме увяз грузовик со щебнем. Жители дома, наблюдающие за рабочими, сомневаются, что ремонт будет закончен в ближайшее время. В тракторозаводском районе сильный ветер повалил дерево на территории детского сада. Хорошо, что в этот момент никто не проходил мимо, иначе без жертв не обошлось бы. Поваленное дерево сломало забор. Слава богу, не переломало детскую площадку. Известно, что сейчас все последствия ликвидировали. На улице Сурково дерево упало прямо на дорогостоящую иномарку. Огромная ветка обломилась и рухнула на крышу рейндж-ровера. Теперь хозяин подсчитывает немалый ущерб. На дороге в сторону поселка Сухомесово сухое дерево упало на автомобиль. Это уже кадры, сделанные после инцидента. Дорожники убирают ветки. По словам автора ролика, за рулем находилась его жена. Девушка, к счастью, не пострадала. Теперь владельцы машины собираются подавать в суд на муниципальную службу. Еще одно сухое дерево упало на автомобиле на автостоянке по проспекту Ленина. Были, скорее всего, порывы ветра, а дерево сухое, умершее. Я думаю, тут даже без экспертизы можно сказать. По словам очевидцев, повреждено пять транспортных средств. Люди вызвали участкового, который собрал объяснение и составил акты осмотра вместе с четырьмя из пяти пострадавших. Люди считают, что дерево вовремя не срубили, что и стало причиной происшествия. Вот труха под корень его срубила ветром. К счастью, все люди находились на работе и никто не пострадал. Напомним, с начала мая в Челябинске начался сезон ветров. Люди не раз сталкивались с вихревой воронкой, необычной для Южного Урала. Пляску ветра видели у кладбища и на пляже Шершневского водохранилища.